С сегодняшнего дня подрастут выплаты некоторым пенсионерам. Это касается прежде всего работающих. Традиционно 1 августа их пенсии пересчитываются. С учетом отработанного года сильно большой прибавка не будет. Таким образом, за год работающему пенсионеру можно заработать максимум 3 пенсионных балла. В денежном эквиваленте это 371 рубль 31 копейка. Еще одна группа пенсионеров, у которых с 1 августа пересчитают выплаты, бывшие летчики и горники. Они при определенной выслуге лет имеют право на особую доплату к пенсии за опасные условия труда. Сумма надбавки определяется в индивидуальном порядке по сложной формуле. Ее корректируют 4 раза в год, в том числе 1 августа. С 1 августа станет законным использование цифрового рубля. Пока в порядке эксперимента. У каждого цифрового рубля будет свой уникальный номер. Что делает его похожим на бумажные купюры, усовершенствованные под 21 век. Предполагается, что эта система будет схожа с обращением безналичных денег. Цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки в магазинах, переводить суммы на другие электронные кошельки. Со временем по заявлению в такой форме смогут начислять пенсии и пособия. Единственное, что обладатели цифровых денег не смогут сделать, это открыть вклад, получать кредиты и проценты на остаток при оплате новой формой денежных средств. Сделать это будет возможно, только переведя их в безналичный вид. С 1 августа начинает действовать экспериментальный правовой режим, который разрешает частным медицинским клиникам консультировать пациентов онлайн при вторичном обращении. Кроме того, если первичный прием был проведен одним врачом, то для дальнейшего наблюдения пациент сможет выбрать любое подразделение этого медучреждения в другом городе или регионе России. В эксперименте участвуют 15 компаний. Это нововведение даст возможность дистанционно корректировать лечение, в том числе выписывать рецепты на лекарственные препараты онлайн. Еще одно нововведение касается водителей. С сегодняшнего дня и до начала сентября водители такси, троллейбусов и автобусов должны предоставить работодателю справку об отсутствии судимости. В противном случае их могут уволить.